Сотрудники госавтоинспекции Мордовии пресекли незаконную перевозку группы детей во время проведения мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте. В Саранске полицейские проверили микроавтобус «Пежо», и в ходе проверки выяснилось, что водитель не имел права везти детей. Это было небезопасно. Микроавтобус не прошел технический осмотр. Ребята 16-17 лет приехали из Ковылкино. 10 человек – команда детско-юношеской спортивной школы. За нарушение водитель понесет административное наказание. Также водителю выдано требование о прекращении противоправных действий, то есть о прекращении перевозки пассажиров. Ответственным сопровождающим лицом были вызваны родители данных детей, которые забрали их домой уже на личном транспорте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правоохранители предупредили мелкого взяточника об уголовной ответственности за его действия, но тот продолжал настаивать. Тогда полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В отношении водителя и собственника транспортного средства составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Управление транспортным средствам водителям, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. И части 2 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях передачи управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения соответственно. На скамью подсудимых отправятся четверо работников сельхозпредприятия в Чамзинке за кражу 65 кур. Как установлено в ходе предварительного расследования, 9 августа у злоумышленников в возрасте от 26 до 35 лет родился план украсть кур несушек и продать их. Они сложили птицу в мешки и вынесли за пределы предприятия, где оставили до конца рабочей смены. Но по клажу обнаружили охранники и сообщили в полицию. Обвиняемые были задержаны с поличным в тот момент, когда приехали за несушками. Свою вину в совершенном преступлении местные жители признали полностью. Причиненный организацией ущерб составил 18 тысяч рублей. В отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищены, изъято и возвращено на фабрику. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Более миллиона четырехсот тысяч рублей перевела мошенникам жительница Ковылкина, предполагая, что защищает свои сбережения. 60-летняя местная жительница рассказала, что 3 ноября ей позвонил якобы представитель банка. Сообщил, что якобы мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения несанкционированных действий специалист посоветовал действовать на опережение злоумышленников и перевести все свои сбережения на резервные счета. Потерпевшая, следуя инструкциям, в течение нескольких дней снимала деньги со своего банковского счета и переводила их на продиктованные неизвестным абонентские номера. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению. Житель Ордатовского района признан виновным в незаконном хранении наркотиков растительного происхождения. Запрещенное вещество обнаружили оперативники межмуниципального отдела в ходе осмотровых мероприятий в бане, расположенной на придомовой территории 57-летнего местного жителя. Дикорастущую коноплю мужчина планировал использовать в личных целях. Согласно проведенной экспертизе, общая масса изъятой марихуаны составила более 32 граммов. В отношении гражданина была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Пьяный водитель в Саранске 13 ноября собрал в ДТП несколько машин. Около половины шестого утра на улице Косарева 37-летний водитель автомашины «Фольксваген Пола» врезался в стоящие ВАЗовскую «Десятку» и «Мазду 3», которую по инерции отбросило на припаркованную «Ладу Приору». В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил травмы, но лечиться он будет дома. У него установлено состояние алкогольного опьянения 0,830 миллиграмм на литр. Мало того, выяснилось, что водитель уже лишен права управления за пьяную езду. Теперь он понесет наказание за повторное управление в состоянии опьянения. 13 ноября в Саранске сильный ветер наломал не только немало веток. Одно из деревьев, которое, вероятно, давно надо было убрать из-за ветхости, не выдержало воздушного напора. На улице Титова около половины восьмого утра жители окрестных домов услышали громкий треск и грохот падающего тополя. По счастливой случайности на тротуаре не было прохожих, а на проезжей части машин. В противном случае дерево могло наломать немало бед. Обошлось без пострадавших.